В телеграм-канале городской администрации Вести с Дворянской рассказывают, как защитить недвижимость с помощью госуслуг. На сайте можно оформить запрет на сделки с жильем без личного участия собственника. Раньше для запрета сделок без личного участия нужно было заполнить форму на сайте Росреестра или подать заявление в МФЦ. Теперь наложить или снять запрет можно через госуслуги. Личные данные и сведения об объекте недвижимости загрузятся из личного кабинета. Чтобы запретить операцию, на странице сервиса выберите цель, подать или снять запрет. Проверьте и подтвердите информацию в заявлении. Подпишите заявление, усиленное квалифицированной электронной подписью. Используйте приложение Госключ для бесплатного оформления УКЭП. Срок на подписание 24 часа. Ответ придет в личный кабинет в течение пяти рабочих дней. В ЕГРН появится отметка о том, что никакие сделки с вашей недвижимостью невозможны без личного присутствия. Теперь никто по доверенности или с электронной подписью не сможет продать или подарить ваше жилье даже через нотариуса. В телеграм-канале Ленинского района Самары сообщают, что в этом году благодаря государственной программе поддержки инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на период с 2017 до 2025 годы продолжается благоустройство общественных территорий. Так в Ленинском районе во второй этап конкурса прошел общественный проект «Веселинка» – благоустройство детской спортивной игровой площадки и устройства лестницы около дома по улице Молодогвардейская, 209. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки поздравляет участника Великой Отечественной войны Анастасию Никитовну Коростелеву с днем рождения. Ветерана отметила столетний юбилей. В 1941 году Анастасия Никитовна ушла на фронт добровольцем. Прошла всю войну в составе Центрального и Западного фронтов. За проявленное мужество награждена Орденом Великой Отечественной войны второй степени, медалью за победу над Германией, медалью за боевые заслуги и юбилейными медалями. Телеканал Самаргиз присоединяется к поздравлениям.